Приветствую вас! Если отвечать на ваш вопрос прямо, да, то есть почему возникает желание общаться снова-снова, то ответить на этот вопрос я мог бы следующим образом, с точки зрения, значит, нескольких позиций. Первая позиция это так называемый потребностный аспект, то есть в этом случае можно говорить о том, что для вас вот этот вот мужчина, с которым вы дружите, он символ определенных потребностей, которые вы удовлетворяете именно с ним, и только с ним, больше ни с кем, только с ним. Значит, с позиции, да, и, соответственно, нужно определить, что это за потребности, да, понять, что это такое за потребности, и вам, соответственно, нужно будет изменить свое поведение, которое вы реализуете по удовлетворению потребностей, да, и, соответственно, сместить акцент с молодого человека на себя. Следующая позиция касается позиции конфлюентности. Позиция конфлюентности, то есть, то есть слияния, завязана на том, что вы таким образом, вот именно таким образом, через нужду в общении с человеком, значит, реализуете свое стремление к контакту с ним. Вот. И вы подразумеваете, что контакт, значит, обязательно включает в себя подобную вот нужду в общении, то есть вы по-другому не можете, сами вы по-другому не можете. Соответственно, здесь нужно постараться рассмотреть человека без вот этой вот необходимости в контакте с ним. То есть, грубо говоря, а если не контакт? Грубо-грубо говоря, а если не общение? Без общения вы как его воспринимаете? Понимаете? Ну и, соответственно, при слиянии, да, люди не находятся в здоровых каких-то отношениях. при слиянии люди, как правило, вот, склонны к потребительскому отношению друг к другу. Ну, собственно, что вы и делаете, да? То есть, вы относитесь вот к своему мужчине, ну, вот, в известной степени именно, именно так, потребительски. Ну, то есть, в плане того, что вы используете его конкретно для своих каких-то целей, для своих каких-то нужд, там, это общение нужно вам. Вот. Следующий аспект – это чувства. Чувства. то есть, как вы чувствуете себя, когда с ним общаетесь? Как вы себя чувствуете? Кем вы себя чувствуете? Что вы чувствуете? И так далее. Это важный момент. Как вы себя чувствуете, когда с ним не общаетесь? Что-то, когда общения между вами нет, не происходит. Что вы чувствуете? На что направлено это чувство? На кого оно направлено? Или на кого оно может быть направлено? Это чувство. Мне представляется необходимым вот этот момент обязательно вам для себя представить сознательно. То есть, сейчас вы действуете с точки зрения психологии абсолютно бессознательно. То есть, просто вот, я вам даю сообщение, я пытаюсь его закончить. Кстати говоря, по поводу того, что вы пытаетесь его закончить. Это отдельная тема. Соответственно, с ней можно будет разобраться еще. Вот. Но пока. Просто вот подумайте на вот эту тему. То есть, у вас есть какой-то чувственный аппарат. Да? Чувственный полюс. Которым мужчина окрашен. Для вас. Какой это полюс? Что он из себя представляет, этот полюс? Вот. Ну, соответственно, это очень важно понять. Вот. Ну, и с точки зрения, значит, еще одной. Ваша нуждаемость в общении, в общении с ним, связано либо с чем-то важным и значимым в вашей жизни, например, с родительской фигурой, может быть, либо с чем-то значимым, каким-то значимым событием для вас. Вот. Значит, либо вы себя чувствуете с этим молодым человеком в том состоянии, в каком вы хотите себя чувствовать. То есть, это какое-то состояние, которое никто, никто другой вам не дает. То есть, ну, либо нету ресурсов у людей, да, либо нет желаний у людей, либо, ну, какие-то еще есть аспекты, которые делают невозможным для вас. Вот. То состояние, которое вы испытываете все вот молодым человеком. То здесь, как вы, наверное, как вы, я надеюсь, понимаете, здесь имеет место быть и родительские отношения, да, то есть, возможно, вы в этом человеке видите, что-то связано с родительской фигурой. Вот. Возможно, это для вас важный, значимый аспект купирования, значит, комплекса какого-нибудь, если у вас такие есть. Возможно, вами движет и страх. Вот элементарный страх. Ну, перед чем-то. Перед чем, я, конечно же, не скажу, потому что, ну, потому что не знаю. Но, тем не менее, тем не менее, ситуация вот примерно так. Так. Вкладывается мне в зависимости очень много причин, и вот так вот ответить вам на вопрос, да, о том, что именно ближе к причине зависимости, ну, мне представляется затруднительным и поверхностным, а самое главное, наверное, в излишней степени основанным на каком-то гадании, знаете, чего бы мне делать не хотелось абсолютно. Далее мы с вами рассмотрим ваш текст несколько более подробно, потому что там тоже имеют место быть достаточно значимые моменты, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание. Итак, ваш текст. У меня есть друг, парень, который понимает меня без слов. Ага, ну, вот, то, что он понимает вас без слов, то есть чувствует вас, конечно же, может играть определенную роль в том, что вы мужчину, ну, цените, да, дорожите им, не отпускаете его, либо, ну, либо не отпускаете его, либо боитесь отпустить, либо просто не отпускаете его. То есть мне эта ситуация представляется, ну, достаточно, знаете, знаете, такой логичной, то есть если человек понимает вас без слов, то, в общем, ну, логично, что этого человека не хочешь отпускать, это понятно. Вот. Но, как мне это представляется, что ситуация, наверное, немножко в другом заключается, если человек понимает вас без слов, значит, вы с ним в некоторой степени эмоционально близки, да? То есть мы с вами есть, ну, близость, мы с вами есть близость эмоциональная, вот, и она, видимо, достаточно сильная. Соответственно, эту эмоциональную близость, то, что вас понимают без слов люди в силу стереотипичности своего мышления, ну, считают, так скажем, как раз таки проявлением, да, той самой, вот, любви или тех самых чувств, значит, ну, между вами, вот, по сути дела, по сути дела, да? И это, в общем, нормально, такая позиция со стороны, грубо говоря, людей. Но, проблема здесь, на самом деле, немножко в другом, проблема в том, что на вас, именно на вас может влиять, ну, вот, то, что люди говорят про вас. На вас может влиять то, что люди, ну, скажем так, то, что люди приписывают вам те отношения, которых у вас, ну, вот, может, собственно говоря, и не быть вовсе. То есть, тут, либо вы чувствуете себя в какой-то степени, может быть, обязанной, тут вы чувствуете в некоторой степени то же, что и чувствуют другие, да? То есть, это такая, такая, может быть, эмпатия своего рода. Значит, вокруг никто не верит в нашу дружбу, так как считают, что она невозможна между мужчиной и женщиной, между парнем и девушкой. А, что присутствует симпатиями. Ну, это на вас достаточно сильно влияет, потому что, все-таки, окружающее мнение, да, мнение окружающих, оно важно для людей, как правило. Ну, и для вас, я полагаю, это тоже имеет достаточно серьезное значение, ну, то есть, если не верит, да, то, наверное, действительно, а вдруг, а вдруг всегда думает человек. Со стороны, со стороны же, как бы, ну, виднее, да, со стороны, как бы, как бы, более понятно, может быть, думает человек. Вот, то есть, конечно, вот, то, что вы описываете, да, что, спустя какое-то время вы, какое-то время, точнее, вам казалось, что чувство действительно есть, это вот, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ В общем-то, из серии внушения вам. Так, дальше идём. Какое-то время действительно была взаимная симпатия, но у меня был другой молодой человек. Значит, ну, тут достаточно коротенько вы пишите. То есть, если у вас была симпатия взаимная, то, простите, как это проявлялось, что у вас была взаимная симпатия? То есть, с чего вы решили, что симпатия была у него? С чего вы решили, что симпатия у вас была? Вот. То есть, ну, на чём вы базировались при внесении именно такого вердикта? Тем более, если у вас уже был молодой человек. Вот лично у вас, если молодой человек был до, скажем, появления этого друга, Лично у вас могло быть просто сравнительный такой анализ этих двух молодых людей, двух мужчин. И, соответственно, если ситуация получилась такая вот, что новый молодой человек, да, ваш друг, он как-то был несколько по, ну, ну, по привлекательнее предыдущего молодого человека или другого молодого человека, то это лишь просто сравнить, сравнить. Если же ситуация складывалась так, что друг был, потом появился молодой человек, и потом к другу появилась симпатия, то это, соответственно, игра такая, чувства. То есть, чувства к другу, вероятно, были всегда, да, но был запрет их выразить. И когда появился молодой человек, значит, вы впервые обратили эти чувства на него, те, которые были друг к другу, но потом очень быстро вы пришлись к тому пониманию, что, ну, как-то, знаете, что-то не то. Вот. Ну, здесь тоже возможны варианты. То есть, вы же понимаете, что не совсем здоровое течение событий, когда у вас здесь молодой человек, да, вы воспрываете чувствами к другому, к другому, которого вы называете другом. Вот. Ну, это, это не совсем естественно в течение событий. Так. Дальше. Так. Разбираясь в своих чувствах, я понимаю, что между нами только дружба, что я точно не испытываю больше к этому человеку романтических чувств. Ну, я не очень хорошо понимаю, вот я не очень хорошо понимаю, как именно вы разбираетесь, то есть, что конкретно вы делаете для того, чтобы разбираться в себе. Это самоанализ, так он, он только до определенного предела. Ну, то есть, если хотите разобраться в себе, то в общем и целом, ну, в общем и целом, нужно с психологом хотя бы одну беседу провести, чтобы действительно разобраться в себе. А психолог уже и сказали, как обстоят дела. А так, вы пишите, разбираясь в себе как, разбираясь в своих чувствах, я понимаю. То есть, у вас чувство, это чувство. Ага. Понимание, это понимание. И живут, живут как будто это всё в разных мирах. Вот. Ну, у меня такое ощущение возникло. Либо чувство, либо разум. Либо разум. Так это не работает. Одно наполняет другое. Точнее, разум стоит на стражных чувствах. И он как бы реализует эти чувства. А у вас так происходит? Уверены, что это взаимно? Ну, опять же. Я бы вам поверил. Я бы вам поверил, если бы не в тот факт, что вы сказали, что у вас с молодым человеком были отношения. Вот. Я бы вам поверил, если бы это было, вот, ну, если бы вы не сказали, что у вас были чувства. А так, я не знаю. Вы хотите верить в то, что это взаимно возможно? Вот. Чего вы боитесь, если, например, между вами не будет дружбы? Опять же. Очень похоже на запрет. Вообще, ещё есть такая психологическая игра, догонялочка, знаете? То есть, ты отдаляешься, я приближаюсь, я приближаюсь, ты отдаляешься. Такая вот игра ещё есть. А вы проанализируйте, если действительно элементы этой игры присутствуют в ваших отношениях с молодым человеком, да? который ваш друг, то это можно будет уже тогда отдельно исследовать, поисследовать. Дальше. Значит, уверены, что это взаимно. У меня есть парень, у него есть другая девочка. Ну, всё это, знаете, это рационализация, по сути. То есть, у вас был парень, вам как-то не помешало это, в общем, вам не помешало это как-то воспылать чувствами, да, к вот этому мужчине. Что говорит о том, что, как бы, как бы, парень это, парень это парень, он не стенка и он ничего не решает. Именно парень, да. По сути. Поэтому, вот, хотелось бы, конечно, чтобы вы как-то, ну, какие-то, знаете, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Либо уж открыто признались, что вы хотите быть вместе, потому что, когда человек начинает говорить, что вот, там у него там то-то, 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 у меня там то-то, 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 вот, ну, знаете, это всё очень... Ну, очень это, знаете, неубедительно, вот, неубедительно это всё звучит, звучит, вот, поэтому я полагаю, что вот так примерно можно это вам описать, да, то есть я отдаю себе отсчёт в том, что вам это может не понравиться, да, но, тем не менее, тем не менее. Так, наши партнёры не очень рады нашей с ним дружбе. Ну вот, понимаете, какая история, да, можно, в общем и целом, не доверять людям, да, можно действительно говорить, что, типа, вот, это стереотипичное мышление, да, что не верят в дружбу между мужчиной и женщиной, и, знаете, я здесь с вами солидарен, полностью с вами здесь солидарен, вот в этом контексте солидарен полностью, но, знаете, ваши партнёры, да, ваши партнёры не рады тому, что вы дружите, значит, скорее всего, скорее всего, не говорю, что это вот прямо, знаете, что это именно так, обязательно, но, скорее всего, ваши партнёры что-то чувствуют на интуитивном уровне. Если у них нет паранояльных мыслей, да, если у них нет, грубо говоря, бреда, ревности, то они что-то чувствуют. А это, это значит, если они что-то чувствуют, значит, что-то есть. Вот. Да, вам это неприятно, да, вы не желаете это признавать. Да, может быть, может быть, это не любовь, это может быть не романтическое чувство, но это что-то, что со стороны этих людей, с точки зрения этих людей, выглядит как чувство. Я полагаю, что, собственно, дело вот именно в том, да, дело именно в том, что вы нуждаете в общении с этим человеком. Вот. То есть, общение с ним воспринимается другими, как чувство. А как вы воспринимаете потребность в общении с ним? Ну вот, со своим другом. Дальше идем. Значит так, мы пытаемся прекратить общение. И нам друг другу не хватает. Знаете, если честно, я не очень понимаю смысла того, что вы делаете. Если вы действительно дружите, как вот вы говорите, если между вами действительно дружба, то зачем ее прекращать? Ваши партнеры не рады этому, что вы дружите? Так, простите, а почему партнеры должны быть рабы? Партнеры вообще какое отношение имеют к тому, в кого вы выбираете себе в друзья? Что это значит, партнер недоволен и все, и нужно прекращать дружбу? Я не думаю, что это хорошее, хорошее. Потому что если партнер почувствует, что вы под его давлением, под его напором, под его прессингом, отношением прекратили, действительно прекратили, то он всегда будет давить на вас. Потому что если прекратили, значит согласились с ним. Если прекратили, значит признали поражение. Так вы представляете поражение в том, что у вас есть чувства к мужчинам? Или как? Или что? Дальше идем. Значит, у меня есть... Так, нам друг друга не хватает. Пишите вы. А нам друг друга не хватает. В чем именно не хватает? Не хватает, то есть нехватка чего? То есть более подробно вот об этом нужно порассуждать. У меня есть подруги, я не могу назвать себя одинокой. Но общения именно с этим человеком мне не хватает. Ни общения, ни общения. Чего-то другого. Общение это всего лишь средство. Общение это обмен. Обмен какими-то словами, обмен какими-то действиями, да. Обмен, грубо говоря, как психология называет, обмен поглаживаниями. То есть это вот такие поглаживания, которые, ну вот, собственно, вам что-то дают. И вот поглаживание этого человека для вас просто более важно, чем, грубо говоря, поглаживание другого. Вот и все. По сути. Вот и все. Больше, больше ничего нет. Больше никаких объяснений не нужно. На самом деле. Вот. Значит. Дальше. У меня есть подруги, я не могу назвать себя одинокой. Ну, опять же, здесь я вам скажу так, что не подруги определяют одиночество, либо неодиночество человека. Не подруги. Нет. А сам человек и принятие себя. То есть если вы, чтобы почувствовать себя, ну, скажем так, неодинокой, нуждаетесь в том, чтобы рядом с вами были подруги, то это знак, в общем и целом, ну, достаточно тревожный, потому что получается, что наедине с собой вам, ну, вот, не очень хорошо. Как раз. Такие. Это уже вопрос, ээээээ, вашего восприятия самого себя, да, как я уже сказал. Т.е. вот тут вот на это нужно обращать внимание, на то, как вы, как вы понимаете одиночество в целом, да, и что это для вас, что для вас одиночество, что оно представляет из себя, вот что для вас одиночество. Значит, дальше идём, значит, возгодна ли такая дружба, и почему я от неё так зависим? Я верю в то, что дружба между вами вполне существует. Я верю в то, что между вами нет романтических отношений. По крайней мере, я верю в то, что вы сами этого не чувствуете. Т.е. именно вы не чувствуете, что между вами есть романтические отношения. Я верю. Ну так же я и понимаю то, что дыма без огня не бывает. Если есть какие-то вот моменты, если есть какие-то элементы, связанные с подозрением ваших партнёров, с такой вот зависимостью, с прошлым опытом, да, то, ну, скорее всего, скорее всего, что-то всё-таки есть. Возможно ли такая дружба, такая, это какая? Смотрите, вот какая? Какая такая дружба? Не очень понятно. Дружба вот такая на зависимости, это не дружба. Но дело здесь не в том, что если это не дружба, то это любовь, а дело в том, что это не отношения вообще. Это именно зависимость. Т.е. к отношениям это имеет вообще очень слабую похожесть на отношения. Поэтому, может ли быть такая дружба, знаете, вот, это не дружба, скорее всего. Это привязанность? Привязанность, да, привязанность, чем-то обусловлено, да, это привязанность, но это не дружба. Потому что дружба, это всё-таки, всё-таки свобода, то, что вам не хватает друг друга, это... Это не романтическое чувство, нет. Романтическое чувство, это всё-таки готовность отпустить. Поэтому здесь я, пожалуй, скажу вам, что вы действительно можете воспринимать друг друга как друзей. Более того, скорее всего, если вы вдруг стали бы вместе, вы бы не были бы счастливы. Потому что, ну, как правило, люди вот, ну, люди в таких отношениях, как вы, находящиеся, они не могут сделать друг друга счастливыми, даже если между ними что-то появляется или получается. Ну, опять же, по причине зависимости, да, и по причине того, что вот подобная нехватка, да, она, в общем-то, включает в себя обязательное стремление к слиянию. То есть вы хотите слиться с человеком. Вот. А когда есть желание слиться, то отношений нет. Вот. Вот, собственно говоря, так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вам мой ответ понравился. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Редактор субтитров А.Кулыз А.Кулыз А.Кулыз